Жители шестого дома по улице Школьной обеспокоены состоянием своего дома. Дело в том, что вблизи идет строительство детского сада, этап своебойных работ. В связи с этим, говорят собственники, происходит вибрация в доме, отчего появляются новые трещины. В ситуации разбиралась Оксана Шосток. Эти кадры сняты в одной из квартир шестого дома на улице Школьной. На видео видно и слышно, как вибрируют посуда и мебель. Рядом с домом забивают сваи под будущий детский сад. При забивке сваи трясется все тут. Вся посуда дома ходуном ходит. Это ощущается очень хорошо, как будто в соседнем подъезде забивают сваи. Я как бы не против всех этих строительных работ. Я только зашкоп в город, рос и развивался. Но это усложняет нам жизнь. Семья Керимовых, как и другие собственники, обеспокоены за состояние своего жилья. Дом признан аварийным. Старые трещины растут, а за последние несколько дней появились новые. Для контроля ситуации была создана специальная комиссия, которая провела обследование дома. А куда дует? Можете руку поставить? Это вот вчера появилось? На стенах не только появляются трещины. В ванных комнатах отваливается кафель. Сыпется штукатурка. А у Наиля Абдулаева в квартире наледь и плесень на стене. А на углу образовался прямо лед. Сам уже, чтобы вредно не было для детей, я взял почистил. До сих пор до конца не мог его до ума довести. И такая картина в квартирах у многих жильцов. Вот такой мощный дом построили. Мне очень обидно. Посмотрите, какие толстые стены. Этот дом должен простоять лет сто. А он разваливается, вы понимаете? На сегодняшний момент мы провели проверку. Управляющей компанией установлены маячки. И ежедневно будет отслеживаться раскрытие трещин. Проект дома был разработан фирмой ЛИК из Екатеринбурга. Остроили рабочие Муравленковского ООО «Север». Кто из них допустил ошибки, которые привели к такой ситуации, решит суд. Управлением муниципального имущества сейчас ведется работа совместно с департаментом строительной и жилищной политики округа по возможному выделению дополнительного финансирования. Это позволит расселить жильцов в текущем году. При положительном решении данного вопроса мероприятие по расселению жильцов многоквартирного дома будет реализовано в этом году. Собственники жилых помещений получат возмещение за изымаемое жилое помещение в виде денежной суммы, определяемой на основании рыночной оценки стоимости жилья нанимателей. То есть те граждане, которые проживают в муниципальных жилых помещениях, получат иные жилые помещения, соответственно, не аварийные, пригодные для проживания. Что касается забивки свай под будущий детский сад, то нарушений никаких не выявлено. Строительство данного объекта ведется в соответствии с нормативными документами. Кроме того, когда начинаются свои бойные работы, то мониторинг близлежащих объектов осуществляется только в том случае, если расстояние от ближайшей забиваемой сваи до жилого дома составляет не менее 25 метров. Если менее 25 метров, то уже тогда мы должны мониторить соседнее здание. Но на сегодняшний день близлежащие сваи находятся на расстоянии 38 метров от здания, а забивка конкретно на сегодняшний день ведется вообще на расстоянии 88 метров от самого этого здания. По закону все работы ведутся правильно, но жильцам от этого не легче. И они ждут скорейшего переселения. Оксана Шосток, Владислав Дроботов, Сергей Шалафан, Новости, Муравленко.